Владимир Валентинович Меньшов А побеседует с ним наш друг, известный блогер Егор Иванов, который также известен как Тубус. Егор, добро пожаловать. Егор тоже наш гость, приехал из Владивостока. Тема беседы «Советский человек и советское кино». Здравствуйте, Владимир Валентинович. Здравствуйте. Друзья, еще раз. У нас целый набор нашего советского кино, целый золотой фонд, отличные, замечательные картины, всеми любимые, засмотренные до дыр, что называется. У вас это... У нас, у нашего общества, нет, у россиян, если хотите, у русскоговорящих, у русскопонимающих. Как вы думаете, а существует забытый советский кинематограф, то есть какие-то картины, о которых никто не слышал вообще, ну, в массах, я имею в виду? Да, конечно, существует. Я должен вам сказать, что я с большим удовольствием пересматриваю старые советские фильмы, отнюдь не классику нашего кинематографа, пересматриваю их уже и вдруг обнаруживаю в них какое-то почти документальное начало, что ли. Которые отнюдь не входят в этот золотой фонд, ну, например, есть такая картина, я помню, как ее освистывали в прессе под названием, картина называется «С добрым утром», что ли, там Таня Конюхова играет, я забыл еще кто, значит, она такая легкая комедия, и недавно ее показывали, я остановился у телевизора, потом присел, потом смотрю, мне это, в этом есть что-то ностальгическое, с одной стороны, а с другой стороны, в этом есть некоторое подобие документалистики, потому что все равно там есть костюмы эпохи, есть ритмы эпохи, есть дух эпохи, наконец, то, что у нас тогда в наших фильмах присутствовало обязательно. Авторского кино не было, по большому счету, оно было себя ярко заявило, вот в 1957 году фильмом «Летят журавли», и тогда пошел крен в это авторское кино и доказательство прав на жизнь этого кинематографа, и потом это сначала было, так сказать, так издалека и слабенько доносилось, а потом это стало главным, самым важным, это и есть кино, только кино. Но началось это с начала, вот «Летят журавли», как авторский кинематограф, конечно, это было несколько другое кино, чем то, что мы знали о войне фильмов, которых уже было очень немало снято, но это был другой взгляд, прежде всего, благодаря творчеству Сергея Урусевского, оператор этого фильма, который открыл это новое дыхание камеры, движение камеры, взял ее в руки и стал бегать с этой камерой по площадке, и вдруг появилось другое понимание кино, если угодно. Но оно быстро набрало силу, этот кинематограф, особенно с появлением Андрея Арсеньевича Тарковского и его кинематографа, это просто стало самым главным, самым важным, что, на мой взгляд, был приличный перекос в свое время, сделан в эту сторону, и мы стали постепенно, откровенно говоря, терять зрителя. Кинематограф приносил бешеные доходы. Кинематограф, говорят, надо еще перепроверить, но на доходы от кинематографа содержалась вроде как медицина и даже образование. Но я не думаю, что до такой степени, впрочем, когда после войны выпустили фильмы, так называемые, взятые в качество трофея, это где-то там с 47-48 года шли эти фильмы, это был бешеный совершенно успех, и зрители ходили, цены на билеты были доступными, но люди ходили по многу раз, смотрели, это были немецкие, австрийские, американские фильмы оказались тоже взятые у нас в качестве трофея, и прекрасно смотрелись в кинотеатрах, возможно, на эти деньги можно было и здравоохранение, и образование содержать. Но, вот это началось, предположим, это происходило в течение 60-х годов, золотой век нашего кинематографа, в 70-х уже начали сбавлять обороты, а к середине 80-х годов наш кинематограф по доходам и расходам уже сравнялся, сколько тратили, столько и назад получали. Это уже было симптоматично и даже катастрофично возможно. Когда я снимал «Москва слезам не верит», как раз, ну, как вам сказать, вот это просто я сейчас напомню, в зале уже здесь молодые люди, которые, конечно же, не знают эту ситуацию, но снимать кино для людей – это было непрестижно. Все снимали и было заявлено разного рода из трибун, и где-то в интервью разных уважаемых режиссеров было сказано, что я не снимаю для народа, меня не волнует, сколько людей будет сидеть в зале. Это было заявлено, это была почти что парадигма такая заявлена в нашем обществе. Меня не волнует, мне важно, чтобы 20 человек моих друзей хорошо отозвались об этом фильме. Это для меня будет самой высокой наградой. Как вы понимаете, 20 человек друзей не дают такого дохода, который требует расхода фильма. Но, тем не менее, это существовало. И когда мы снимали «Москва слезам не верит», я помню, очень хорошо помню, с каким пренебрежением говорили о нашей картине, потому что, ну что это, господи. Причем говорили уважаемые люди. Оператор моего фильма был великолепный оператор Игорь Михайлович Соломневич, который снимал когда-то классику. Ну, не классику, но очень хорошие фильмы. Там «Человек родился», у меня «Человек родился» он не снимал, он снимал «Сын» картину там еще. Многие, молодые, дело пестрых даже, это его картина. Но он все думал, как с картины уйти, как бы меня не особенно расстроив найти замену себе и уйти с картины. Потому что, ну что это, я все это уже, господи, знаю, снимал и так далее. И в это время было принято постановление такое, я не помню, кого, за чьей подписью оно шло, не то Министерство кинематографии, наверное, Министерство кинематографии, это бы не было партийным решением, но, а может быть, даже и Советом министров, потому что Министерство кинематографии существовало при Совете министров. Значит, что за картина, которая собирает свыше того минимума окупаемости, а минимум окупаемости был определен тогда для среднего фильма 17 миллионов зрителей. Вы можете себе представить эту цифру, которую сейчас не достигает ни одна нынешняя картина, рекордсменка, выходящая в России, 17 миллионов, а 17 миллионов был уровень окупаемости, и та, которая преодолевала этот рубеж, картина, и начинались начисления за авторским, автором фильма, начисления за вот этот вот цифровую победу, и, надо сказать, картина «Москва слезам не верит» получила тогда за первый год проката 90 миллионов зрителей, а еще у нас дальше уже не считали, почему-то был важен только первый год, а второй год, ну не меньше половины этой цифры было, потому что она шла и шла и шла в кинотеатрах. И мы получили, у нас была такая система оплаты на Мосфильме, это не на Мосфильме, а в кинематографе, постановочное вознаграждение за кино. Режиссер получал, в зависимости от категории, которая присваивалась фильму, значит, к фильму первой категории, ну, вообще, в основном все получали вторую категорию, это было 6 тысяч рублей, это были большие деньги. Это вроде бы деньги, на которые он может жить до следующей картины режиссера. Потом сценаристы получали за количество копий и количество зрителей тоже, которые были на просмотрах, ну, там и композиторы, режиссеры, сценаристы постановочное вознаграждение получали. Значит, так у нас было вознаграждение по высшей категории, это 10 тысяч рублей, ну, это вообще неслыханные деньги. Так нам еще заплатили 150% от этих 10 тысяч. Я офонарел, что называется, от таких денег и, конечно, почувствовал на себе нехорошую, отнюдь не белую зависть моих коллег, которые поняли, что о-о-о, а это еще только часть моих заработков была, еще были заработки за сценарий, и еще и жена заработала на картине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 это было вынужденной мерой для того, чтобы заинтересовать материально зрителей, ибо когда картина вышла на экраны, наиболее обидными мне были отклики. Она была категорически не принята в кинтографической среде, подвергнута самой огульной, самой такой ёрнической критике, самые отменные рецензии, где мне раздавались такие слова, как индийское кино, что там вообще все это ужасно, в лучшем случае звучало, что это как бы калька с американских фильмов про Золушку, какие-нибудь там с Диной Дурбин или кого-то там еще вспоминали в связи с этим. Но самые обидные для меня были отклики, что смысл которых сводился к тому коллег по цеху, режиссеров, которые говорили, господи, да, каждый из нас может снять такую картину. В этом ничего трудного нет, но просто нам мешает хороший вкус, мы не можем прячь. А я нарушил, что называется, общественный договор и пожертвовал своим вкусом и снял, и снял, и заработал, и получил зрительский успех и так далее, но в конце-то концов мы мы же понимаем цену этому успеху и так далее. И уж когда она получила Оскара, это произвело впечатление, конечно, очень сильное, но тоже в этом же ключе, что они там что с ума сошли, что они творят, как можно и так далее. это все происходило. Однако, я сейчас обращаю внимание на объективную сторону дела, которая заключалась в том, что кино перестало зарабатывать. Этот курс на 20 зрителей в зале, на друзей, которые поймут, а на это быдло слова не было еще в моде, но на этих вот, которые ломятся в залы, мы ориентироваться не будем. Мы будем думать о высоком искусстве. И существовало это высокое искусство, в критике были отмечены и заданы ориентиры, вот какое кино надо снимать, вот какое, ну и что, что у них там всего 13 миллионов зрителей, а не 17, это было уже провал 13 миллионов, но зато это высокое искусство, они не пошли на поводу ударного вкуса толпы зрителей, так сказать. А с чего мы с вами начали-то? Да я спросил, существует ли забытый советский кинематограф, стоит ли смотреть картины, которые существуют и существуют хорошие фильмы, которые можно с удовольствием пересматривать, которые не вошли в списки самых больших побед кино, а картины очень достойные. Например, у того же Клотозова до он, надо сказать, мало поднятый режиссер и понятый режиссер в нашем сообществе кинематографическом тоже из-за большой зависти к его успехам, но, например, у него была картина под названием «Верные друзья», она до сих пор идет, она не считается большой победой нашего кинематографа Айти. Ну, это не забытая картина, она показывает. Ну, ее показывают, а есть еще фильмы, господи, ну, сейчас я, этот список надо мне переложить, положить перед собой, чтобы говорить. А можно я приведу одну картину? Пожалуйста. Картина 1977 года называется «У нас новенькая». Это короткометражка, вы там озвучиваете Боярского. Не помните такого? Ой, это что-то было на Одесской студии, было. Да, он поет своим голосом разговаривать вашим. Это какая-то у меня такая была коротенькая. Понятно, что вы были молодые, но мы-то знаем вас сегодня. Коротенькая работа была, просто позвали, я в соседнем павильоне там снимался или озвучил, позвали, может быть, выручил. Не отпускает вопрос. В Боярске был никто и я был никто еще. Скажите, а вот вы пересматриваете эти картины в ностальгии, а молодежи стоит смотреть картины? Может быть, даже не те, которые... Я думаю, со специальным интересом это можно смотреть, как... Со специальным интересом? Как какой-то документ эпохи, да, да. Потому что Советский Союз от нас все дальше, мифов о нем все больше, там все-таки присутствует и колорит, и разговоры, и какие-то слова, поведение людей. Я думаю, что с этой точки зрения просто обязательно надо ловить и смотреть, хотя заставить нынешнего зрителя, выросшего уже на других ритмах, на другой музыке, на других актерах, в основном американских, я имею в виду молодого зрителя. Я смотрю на своего внука, который великолепно знает американское кино и значительно хуже наших актеров и наш кинематограф нынешний. Надо заставить себя сесть перед экраном посмотреть, потому что как раз нынешняя мифология по отношению к Советскому Союзу крайне несправедлива. Все время пытаются вставить ну какие-то больные, дразнящие темы, типа что там вообще коммунистик, этот самый коммунистическое руководство это полный бред сумасшедших, которые значит занимаются, везде сидит КГБ в каждом углу, которые заставляют людей делать то-то и то-то и стучит на них и заставляет их, бедняк, стучать, и они если отказываются, то они оказываются значит сразу в невыгодном положении, никакую карьеру не могут построить. это все бред, этого не было, но это имеет запущено в эпоху перестройки обиженными несправедливостями людей, которые как правило как раз всматриваешься в их биографии, да они большую карьеру сделали при советской власти, они там дошли ну кто они там советники в ЦК КПСС работали значит там консультанты и так далее работали весьма и весьма но они вот так видимо у них не случилось главное они должны были стать членами политбюро они стали и поэтому они сводят счеты с этой советской властью это крайне несправедливо и рисуется картина совершенно несправедливая и в нашем поколении конечно им не удастся внедриться но к великому сожалению я смотрю им поверили молодежь нынешняя которая выросла уже под влиянием этих разоблачителей истории как раз она создает фильмы вот по этим лекалам которые им задали остались от этого поколения от старшего которые их научили что вот так так такова была жизнь и они с удовольствием своей картиной переносят это отношение к жизни которую которая не которая не существовала я на этом настаиваю и видимо к вам ходит все таки публика насколько я разобрался нелиберальная да то здесь мне говорить легче а иногда наталкиваешься на такое категорическое неприятие вещей которые мне кажутся очевидными нет уже впитали это и мне кажется вот вспоминая сейчас 1934 год фильм спектакль богатыри он который был поставлен в камерном театре и который вызвал такую активную реакцию со стороны самого высокого руководства нашей страны это было крайне полезно крайне важно я есть такая книга что-то такое цк есть издавались при яковлеве александре как вот что александр николаевич яковлев да издавались эти книги они были хорошо отфильтрованы но тем не менее была такая книга которая на меня произвела очень сильное впечатление там книга посвящена культура цккпсс и культура как-то вот так политбюро и культура целый толстый том начиная с семнадцатого года и до пятьдесят шестого по-моему кажется тогда и документы в основном документы что издавалось какие издавались постановления цк но интересно и постановление цк и какие там заседания вместе с кгб вместе с нквд значит и там еще отдельная глава что называется это донесение сейчас это называют стукачами а тогда это были осведомители значит которые рассказывали причем осведомители видимо очень высокого пошива которые имели вход в самые высокоинтеллигентные и высоко профессиональные дома к драматургам к режиссерам там где собиралась собирались сливки интеллигенции и вот там по поводу тридцать четвертого года по поводу этой премьеры спектакля богатыри донесение как раз этого осведомителя не раскрыто их фамилии этих людей но можно догадываться что это кто-то из драматургов высокого уровня или режиссеров или актеров и он пишет этот осведомитель о том что какую реакцию вызвало это постановление оно было оформлено постановлением ЦК ВККБ по поводу спектакля богатыри было сказано значит что это издевательство над древней Русью над историей России на ерничество и так далее очень такая в очень жестких тонах было сказано и реакция которая в Москве происходит на это потому что видимо люди заждались этого момента когда это кончится наконец вот эти бесконечные издевательства над религией над журнал безбожник который издавался и который очень даже активно пропагандировался и пропагандировал антиклирикальное настроение насмешки над русской историей над ее героями и так далее и это и там пишут что что-то там рассказывают что Качалов упал на тахту и начал трясти в воздухе ногами и кричать слава наконец-то слава тебе господи это все докладывают куда-то в цеха или в в НКВД докладывают и фамилии людей которые там Леонов восторженно воспринял это постановление очень многие были счастливы что это случилось что это было наконец сказано что это было поддержано с самого верха и кончилось это вот межуумочное состояние когда с одной стороны мы за мировую революцию а с другой стороны что же мы так себя поливаем товарищи давайте как-то разберемся все разобрались и сказали себя поливать нельзя это было классно и мне кажется что мы так же среагируем наше общество среагирует на какое-то более четкое высказывание Владимир Владимирович Путина по этому поводу по поводу ерничества над нашей историей над нашими святыми вещами над войной над чтобы это ерничество прекратилось я думаю что дождаться и сосуществовать не получится надо все равно чтобы где-то наверху было высказано совершенно определенное мнение иначе добром это не кончится думаете можно одним указом это не указом почему хотя бы можно настойчиво повторять из выступления выступления или там через выступление по разу высказаться высказать свое отношение там вот у вас уже я слышал обсуждали эту картину праздник про ленинградскую блокаду вот сейчас я иди сюда прочел в газете в российской газете что выпускают на наши экраны всемирная будет премьера фильма Курск снятый швейцей совместно с спасибо с не помню швейцей какая-то еще одна страна и это вполне себе русофобская картина судя по описанию этого причем они даже не может быть они думают что они снимали и про советскую картину или про русскую картину но вполне русофобская про Курск про имеется ввиду подводная лодка про то как там все происходило и как как наше руководство все сделало для того чтобы моряки там погибли еще не погибшие от взрыва моряки не были вытащены наружу и погибли на этот счет надо говорить надо Путину говорить по поводу либеральной публики вы упомянули вот в советское время если бы человек заявил что он хочет написать книгу о генерале Власове в серии ЖЗЛ возможно наверное скорее всего его карьера бы на этом закончилась в лучшем случае в зависимости от периода а может быть это своего рода такая свобода может быть так и надо пусть человек высказывается и мы бы сразу видели ну или там сценарий к фильму сволочи например сволочи сволочи вы помните живота то есть вы же немножко помню значит может быть мы подготовили что касается генерала Власова то не было такого смятения в мозгах до тех пор пока не началась перестройка все знали что генерал Власовцы генерал Власов это армия которая была сформирована немцами и которая успела принять даже участие в боевых действиях против нас хотя и там пыталась освободить Прагу но уже это на последнем издыхании они пытались спастись от справедливого возмездия которое следовало за их деятельностью а Власов был обречен и никаких двух мнений на этот счет альтернативных позиций не существовало Солженицына же читал кто-то в сам издате да потом появился Александр а там вполне такое комплементарное отношение да борец с советской властью ну со Сталином советской властью это тоже пунктики которые надо преодолевать в любом деле даже в таком таким личностью как Айсен Солженицын надо было бы немножко себя взять в руки когда он приступал к этим описаниям а вам после что после того эпизода с фильмом сволочь вам сложно было были какие-то нет надо сказать вот существует такое неуловимое понятие народ никто не знает что это такое вообще-то говоря и всегда можно говорить что это не народ а толпа это народ а народ это даже я помню поразившие меня фразу пушкин это народ а толпа это не народ да нет братцы вот это вот общее население которое присутствует на этой земле это народ никуда не денешься и надо и он имеет некую позицию по всем вопросам меня в свое время когда началась перестройка я видел этот напор фальсификаций который обрушился на нас со страниц очень множество газет и огонька который как бы возглавлял это движение я в ужасе понимал что мы потеряли все что мы накопили к этому времени идеологическое все все потеряно и где-то лет 20 назад была передача суд времени вы помните такую которую организовал и вел выскочила фамилия Кургинян 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 разумеется Кургинян он приглашал там с одной стороны был Кургинян но это была видимо его инициатива хотя черт его знает может быть это рискнули тогда сделать и руководство телевидения было по первому или второму каналу шли такие серьезные споры с одной стороны был Млечин кажется а с другой Кургинян Сванидзе Сванидзе верно Сванидзе А Млечин у Сванидзе был судья тоже выступал конечно если можно назвать такую позицию нейтральной то он вроде как занимал нейтральную позицию он ставил оценки а с другой стороны с одной стороны были одна сторона виновная или как но не важно главное что шли эти споры и в зале голосование всегда принимало характер так 40 на 60 45 на 55 48 на 52 в какую-то из сторон так сказать а в это же время шло голосование по стране передачу смотрели очень здорово и результаты этого голосования меня потрясали потому что каждый раз сторону Кургиняна занимало 90 85 90 95 процентов зрителей то есть вот эти многие многие годы активного промывания мозгов не не случилось этого промывания все равно люди стояли твердо на своем и там еще помните было такое выбора самой личности самой высокой исторической личности когда имя имя Петра первого называли Столыпина а когда голосование стало приближаться то все поняли что выйдет на первое место Ленин и Сталин и ужаснулись этому и какие-то пошли просто грубые вбросы бюллетеней за другие кандидатуры победил в конечном счете Александр Невский по-моему да Александр Невский с чем я вас и поздравляю в связи с сегодняшним а в 90-е годы в начале в конце 80-х поверили ведь всему ну поверили свутили программа взгляд радио из каждого утюга да да это происходит это видимо нам понадобилось человечеству присуще человеку как таковому присуще вот это это было во-первых очень мощный напор во-вторых все время шло под сопровождение документов потом выяснилось что эти документы ничего не стоят но потом выяснилось сначала документы страшные документы которые открывали нам глаза и люди смотрели и думали боже а что же если так действительно посмотрите ленин то что наговорил что просто надо каждого второго расстреливать и если из девяти из десяти девять надо расстрелять одна десятая построит коммунизм это же было все как документы почему на нас такое гипнотическое воздействие оказывали слова пакт Молотова Риббентропа почему потому что вы не знаете что они договорили боже мой а то что до этого договорились англичане что договорились французы какие договора были заключены с немцами это все мы были самые большие подлецы и самые большие негодяи и это потому что нами руководили самые негодяи из негодяев коммунисты и они совершенно не думали о народе о мире они думали только о своих интересах они вот и тоже тогда открывались эти документы как страшно они как пировали во время ленинградской блокады Жданов как как они разъедались пирожными в то время как люди на улицах умирали от голода надо было это все перемолоть пережить и наконец стали появляться очаги сопротивления я хорошо это помню когда сначала это все было на уровне каких-то сплесков эмоциональных да что же вы говорите что это такое там присутствующие здесь помнят ли такое письмо Андреевой которое было напечатано в газете советская Россия и произвело дикий хипиш в этом либеральном мире который воцарился потому что все письмо было крайне робко и интеллигентно написано на тему что же мы делаем зачем мы так все хороним всю нашу историю давайте разберемся хотя бы остановимся в этом ну это было инспирировано Легачевым какая там напишет преподаватель химии из Ленинграда разве такое письмо напишет это сочинили здесь вот как это было вызвано это было всего-навсего эмоциональный отклик на дикую антисоветскую кампанию еще существовал Советский Союз и тогда вдруг появился для меня это было например Карамурза Сергей Георгиевич появился со своей книжкой интеллигенция на попелище что-то в этом роде значит великолепный был он научный работник и он не не поддался эмоциональным провокациям а стал по пунктам раскладывать обвинения которые предъявлялись и оспаривать их это был уже серьезный разговор потом он набирал и конечно он много очень сделал для вот этого сопротивления что ли если бы можно так назвать сопротивление которое возникло потом в Советском Союзе в российской в российском государстве возникло и дальше появилось великолепные отчаянные статьи Владимира Сергеевича Бушина которая на меня тоже там было с громадным юмором он до сих пор пишет но ему уже сейчас за 90 94 года Владимира Сергеевича а его статьи в 80-е годы на 30 лет 30 лет назад были хлесткие умные злые точные вот он не боялся он эмоционально был заражен но он тоже это было очень много вот например для меня значило очень много его статьи и был такой философ Панарин если вы помните который тоже занял такую антилиберальную нишу и очень хорошо писал но это уже было несколько специализировано и тогда стали мы тоже притормаживать я говорю не о тех кто выступал с трибун что надо уничтожить это сжечь до тла эту спарту пусть вместе с нами как это говорила ненормальная девушка но мы начали притормаживать мы мы были растеряны всем они это же входит в это психическая атака была очень мощная хорошо продуманная подготовленная это были была она осуществлена людьми которые все время советского союза сидели в подполье вдруг вышли наружу подпольные люди мы даже не подозревали что они есть тем более что они есть в цк кпсс тем более что они есть политбюро цк кпсс эти люди которые вышли и сказали все я всегда знал что это неправильное общество неправильное страна неправильная жизнь и теперь я могу это открыто сказать а сейчас они где что а сейчас они где эти люди подпольные ну не там же ну несколько изменилась жизнь за за 30 лет конечно они там же они в руководстве они в руководстве конечно все равно в руководстве страной и они выдвиженцы этих людей там же кого не возьми каждый бывший комсомолец партийный работник ну как же как же мы к ним пойдем с просьбой высказать мнение ну это мы уже не о кино оживили да а вот про кино образ советского человека созданный советским кинематографом категорически вот с этой пропагандой оголтелой конца 80-х годов не вязался никак ни неверные друзья ни не Москва слезам не верит категорически не подходит к тому образу советской жизни который был создан а как вы думаете вот советский кинематограф сильно приукрашивал образ советского человека можно смотреть сегодня ну человеку которому 15-20 лет смотреть большую перемену и думать вот она вот они какие были например и можно и смотрят и вызывает ли у них такие чувства вот они какие были но думаю что вызывает они пересластили в большой перемене с что сделали не пересластили с образами идеальных таких рабочих ну там идеальных нет особенно там хорошие но не 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 идеальные нет я но у вас не возникает диссонанса то есть когда подобный фильм смотрите вы не думаете нет не возникает вы знаете вот по отношению прошу прощения опять сошлюсь на Москва слезам не верит то же самое разговоры-то шли что это же таких же нету это же неправда все Москва слезам не верит фильм не заряженный идеологически он все больше как-то про людей про нас если так уж и большая перемена не заряжена 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 мне кажется да значит сейчас у меня сбились мысли я хотел что-то умное сказать вы хотели вы хотели сослаться на Москву слезам я хотел но в связи с чем что ее тоже говорили что она нереальная что таких людей не бывает не напоминайте мне я сейчас попробую да значит говорили что вот одно из серьезных претензий было что ну слушайте ну что вы занимаетесь лакировкой действительности ну девушка из из рабочих стала директором завода ну где вы это слышите что как это можно причем это говорили мои коллеги тоже говорили критики мне критикистцы особенно нажимали на это ну как ну такую карьеру это ж только через какие-то партийные диваны можно пройти где-то так сказать женщина чтобы сделала такую карьеру я просто широко раскрывал глаза и смотрел на этих людей которые как будто бы мы выросли в разных странах почему почему они не верят что можно сделать карьеру в советском союзе да у меня окружали люди которые начинали снизу и вырастали до руководящих должностей их было в поколении наших отцов это были в основном такие люди в нашем поколении тоже очень много было да вы и сам неизвестный когда у меня кончались доводы вы можете допустить что человек который именно 20 лет назад работал на шахте номер 32 города воркуты подкатчиком главного ствола а сейчас получаю оскар но это вы мне никогда не убедите что что нельзя по честному сделать карьеру а они жили уже в этом ощущении что можно только главное видимо так только так и делали свои карьеры я помню какая-то девушка которая была известной телеведущей стала во франции русская эмигрировавшая туда и как-то ее значит так у нее сложилась удачная судьба что она стала телеведущей в французском телевидении в париже и вдруг она столкнулась с такой неприкрытой ненавистью своих бывших коллег с которыми она работала которые так и остались на тех же позициях значит помрежей там ассистентов режиссера и так далее и когда она пыталась выяснить за что за что вы меня ненавидите один все-таки не выдержал и сказал твою мать я этому там человеку от которого зависит карьера я ему уже пять лет чай приношу в студию для того чтобы добиться своей карьеры чтобы на меня обратили внимание чтобы меня продвинули а ты сразу выскочил вот видимо тех кто несколько лет много лет носят чай они не могут понять честного устройства жизни а оно все-таки честно устроено для подавляющего я хотел спросить еще вот москва слезам не верит вы же очень много отзывов об этом фильме слышали в том числе со стороны западной от иностранцев показывали показывали там история с Бушем была что он смотрел перед приездом или с Рейганом не помню что их удивило больше всего я был не выездной а еще с этой стороны достали я с картиной не ездил на Оскар я не ездил значит везде было сказано что я не здоров сильно и сижу дома но когда это уже перешло границу приличия поскольку картина была куплена это не забывают об этом она была куплена в прокат в сто с лишним стран еще эти деньги надо учитывать которые она принесла хотя мы продавали за рубль двадцать но все равно в Америку мы продали за пятьдесят тысяч долларов так я получил приз прокатчиков США потому что не потому что а именно потому что купили за пятьдесят а заработали там не знаю три миллиона это же неслыханный процент так сказать заработка вот а вера начала ездить ее стали отпускать уже одну поскольку здесь оставался ребенок ему что она не сбежала бы значит но она ездила она возвращалась все время потрясенная потому что в каждой стране говорит ко мне подходит и говорят это про меня картина женщина подходит отводит в сторону но это про меня это еще терпимо когда это во Франции в Англии в Японии но когда в Африке где-нибудь Кении едва ли не с кольцом в носу подходит женщина и говорит это про меня то значит мы какую-то задели очень общечеловеческую ноту при этом ну и я знаю что когда Рейган собирался на встречу с Горбачевым да это был 89 кажется год его советники понимая что он крайне необразованный человек по отношению по крайней мере к России знает только западный мир он много раз это демонстрировал что он малообразованный человек его хотели ввести в курс дела и посоветовали посмотреть Москва слезам не верить чтобы понимать что такое современная Россия а не та которая ему представляется где по улицам лежит снег до до второго этажа и ходят медведи значит он он посмотрел один раз и действительно у него что-то в мозгу перевернулось он попросил еще по слухам восемь раз смотрел я думаю это преувеличение но раза три он посмотрел подряд ему еще и понравилась картина и он повернулся в сторону так сказать понимания немножко русских людей России и нашего устройства жизни скажите а для вас когда закончилось советское кино я имею ввиду не период там конец советского союза а вот кино советское настоящее советское кино про которое вы можете сказать это советский фильм а вот это уже не советский ну так я уж не отмечал но я вам скажу что картина маленькая вера прекрасная картина мне там вот все-таки еще важен талант даже в картинах с антисоветским настроем важен талант автора она талантливая картина я ее этот сценарий мне предлагали я отказался и я бы не снимал эту картину все равно но Вася Пичел снял ее про свою про свой город Жданов ныне Мариуполь снял про своих родителей про наполнил ее своим сердцем и она не получилось еще антисоветской хотя там был сильный настрой антисоветский но он сумел ее сделать душевной и с пониманием картины а вот уже после этой картины пошли фильмы пожалуй но я не не могу я сейчас не назову этого четкого но тем не менее вы вспомнили эту картину как последнюю советскую видимо так пожалуй так да хорошо спасибо вам большое что вы согласились на эту беседу спасибо что вы пришли а вопросы из зала еще дорогие друзья можете задать Владимиру Валентиновичу вопросы из зала здравствуйте Георгий Екатеринбог Владимир Валентинович а можете сказать погромче говорите да Владимир Валентинович скажите пожалуйста вот в моем понимании советский кинематограф он зрителя настраивает на идеалистический такой лад да может быть с этим связано то что у нас люди в перестроечное время не смогли вот с этим психологическим напором справиться потому что у них может быть здорового цинизма не хватало спасибо да это верно вы сказали сейчас правильную мысль что хотя с той стороны было очень немало талантливых людей но как-то их талант не такой долгоиграющий оказался он погас довольно быстро уже к 90 не к 90 а к нулевым годам к 2000 уже напора не хватало а надо было хотя продолжают но не с тем напором и так вяло поминают советскую власть но вяло а она существует в советских фильмах существует ну что можно сказать против фильма коммунист ничего нельзя сказать его нельзя показывать и это они делают не показывают а надо показывать потому что это прекрасный образец великого великой идеи коммунистической здравствуйте меня зовут Артем Бородин из Рязани я бы хотел вам задать такой вопрос как профессионалу о котором говорите отчетом громко напрягайте голос немножко хорошо когда я был еще в школе учился в 91 году нам говорили что вот у нас тут была цензура сейчас цензура закончится и мы такие фильмы сваяем ух прошло 27 лет за эти 27 лет я и мои друзья многие было очень много проходных картин есть несколько которые пожалуй можно назвать хорошими очень много плохих картин но нет ни одной картины которую можно назвать действительно великой и большой я хочу задать вам вопрос как профессионал а что можно сделать для того чтобы создали такую картину если вообще еще можно сделать чтобы это произошло какую картину создать великую чтобы когда я смотрел не только чтобы зрители смотрели мы переживали мы верили что это про нас это человек что это на самом деле чтобы мы переживали мы верили вышли и сказали это наш любимый фильм Мы его любим, мы его обожаем. Это великая действительно картина. Должно быть очень сплоченное и единое общество, тогда такие картины пойдут. Сейчас оно расколото и есть отдельные вспышки хороших фильмов. Есть, но такие объединяющие фильмы, которые были созданы в 30-е, 40-е годы, в 30-е годы и в 60-е годы, таких фильмов сейчас не будет. Но надо сказать, и у американцев та же проблема. У них было в 30-е годы одно общество, в 40-е, в 50-е годы было очень мощное, сильное общество. Сейчас оно уже поплыло и фильмов нет. И посмотрите, что они представляют, как лучшие свои образцы на Оскар и так далее. Просто говорить не о чем, не то что. Это, видимо, сейчас мировая проблема. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Меня зовут Лебедев Владимир. У меня к вам вот... Не тешите, говорите, что я слышал. У меня к вам вот какой вопрос. Да. Вы являетесь, по-моему, одним из редчайших представителей творческой интеллигенции, которые не стали плевать в советское прошлое, которые сейчас не благодарят Михаила Сергеевича Горбачева за их счастливое будущее, и в этом отношении, вот с вашей точки зрения, почему вот среди коллег, ваших коллег, творческой интеллигенции, людей так мало, которые... Ну, так мало людей, которые не стали этого делать, которые не стали плевать в советское прошлое. Случайно ли это или закономерно? Нет, это не случайно, потому что надо признать это, что я там достаточно одиноко себя чувствую. Слава Богу, у меня есть несколько друзей, но уже это все из более старшего возраста, с которыми я на эту тему могу говорить. Ну, тот же Карен Шахназаров, большая умница и талантливейший человек, скажем, Саша Бородянский, сценарист, выдающийся, который тоже разделяет мою точку зрения, но нас таких немного. В основном, я вам скажу, что перестройка началась совершенно не зря, началась с Дома кино. Там собиралась группа Ельцина, называлась она тогда какая-то междепутатская, что ли, группа, я забыл. Именно в Доме кино сидели. И там было много обиженных людей, которые среди кинетографистов, которым не додали. Это тоже очень частый случай людей, нуждающихся в переменах. Им не додают в этом обществе. Они ждут, что в новом обществе им, наконец, дадут. И действительно, вроде дают начали, а потом постепенно отодвигают, и приходят другие на их место. А они уже замаранные в измене, не знают, что им дальше делать и как дальше жить. Вот это... Ну, в принципе, в своем кинетографическом сообществе я себя чувствую неуютно. с моими взглядами, которые я вам сейчас изложил, мне там не симпатичны. А молодежь идет аполитичная довольно. Уже воспитанные этими людьми, имевшими власть в 80-е, 90-е годы, они уже ими воспитаны, и с их позиций сводят нынешнюю жизнь. И с прошлой тоже. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Я бы хотела спросить вас по теме вашего выступления. Советские люди, советские человека и советское кино. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Мне кажется, что наши дети будут смотреть то, что мы им покажем. Я не киновед, я не имею отношения к киноиндустрии, но мои дети, которым от 16 до 21 года своими любимыми фильмами считают «Здравствуй, прощай», «Любовь и голуби», «Зимний вечер в Гаграх», «Послесловие Хуциева». Это не случайно. Это нужно пропагандировать самим. Не ждать, пока это сделают в телевизоре. И в связи с этим вопрос. А, я хотела договорить. Потому что они чувствуют в этих фильмах какую-то абсолютную художественную правду о жизни, которая тогда была устроена на честных основаниях, как вы сегодня говорили. Вот как вы думаете, советский человек, он еще возможен в будущем? И что для этого надо? Спасибо. Насчет того, что будут смотреть, ну какой-то все равно запас прочности еще есть в этих фильмах, но с другой стороны еще жива картина, которой уже 60 лет. Это «Весна на Заречной улице». Она еще жива. Она смотрится хорошо. Но, разумеется, она еще смотрится хорошо для поколения, ну 40-летних, возможно, а 20-летним уже она не близка, которые воспитаны американским кинематографом. Это мы постарались, надо сказать. воспитать целое поколение в этом символе веры. Что касается советского человека, да вы знаете, я зарекся уже от каких-то окончательных оценок, хотя мне казалось, что уничтожено все на корню, выжжена земля вот после 80-х годов и 90-х. Выжженная земля осталась. Однако жизнь более многообразна, более живуча жизнь, извините за таптологию. И она каким-то образом сквозь асфальт, но выпирает. И думаю, что если бы сейчас создались условия, мы же не живем сейчас в капиталистическом обществе, это неправда. Мы сейчас какой-то в середине болтаемся, боясь принять окончательно звериные законы капитализма, когда выживай, не можешь, сдохни. А начальные периоды капитализма были эти. Мы заняли некую промежуточную позицию, у нас очень велика поддержка государства для беднейших слоев, чтобы они все-таки не умирали, а все-таки у них хватало сил на работу и на одежду, на еду и на одежду, чтобы заработать. Тем более, что мы непривередливы и на многое способны выжить, многое способны пережить и выжить в трудных условиях мы можем. У нас еще, в нашем поколении живет еще война. Мы там были дети войны, но все равно мы помним, что это такое, как это было тяжело, всей стране было тяжело. Все были очень в очень трудном положении и все тем не менее по сравнению с войной еще столько мы можем жить и трудиться, черт его знает. Но советский человек, для советского человека нужно и советское устройство, поэтому советский может и не получиться. Не знаю, какой он получится, черт его знает. Не знаю. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Анна Петриченко, город Домодедово. Какой? Город герой Домодедово. Домодедово? Есть такой город в Московской области. Я знаю, но то, что он город герой, я не знал. Я пошутила, там живут просто героические люди. Поэтому так. Так, позвольте мне, во-первых, сказать огромное спасибо за сегодняшнюю лекцию. Во-вторых, огромнейшее спасибо за все ваше творчество. А в-третьих, вопрос у меня вот какой. Сегодня было уже помянуто вот этот чудовищный кинематограф 90-х, который со скоростью света разбазарил весь золотой запас советского кино, идя на поводу у дурновкусия толпы. С одной стороны. С другой стороны, вы задали другой полюс, полюс, да, вернее, показали другой полюс вот этого баланса вкусов, да, это вот то самое авторское кино, которое могут смотреть там 20 человек специально обученных эстетов. Так вот, поскольку вы как раз попали вот в эту точку баланса своими прекрасными фильмами, у меня к вам вопрос такой, как найти вот этот баланс в художественном произведении, будь то кино, книга, неважно, да, чтобы с одной стороны он был интересен массам, ну, в смысле, массам людей прекрасных, да, а с другой стороны, чтобы он действительно остался интересным, ну, если не на века, то, по крайней мере, на несколько десятков лет. Понятный вопрос, значит, я на него ответа, разумеется, не знаю, потому что так называемая тайна искусства, она заключается не только, что автор что-то знает, но скрывает от остальных, вот у него тайна, как делать хороший фильм. это тайна и для художника тоже, он не знает, как, он начинает работу, неужели вы думали, мы делали «Москва слезам не верит»? Наоборот, я говорю вам, я делал в полном пренебрежении со стороны даже съемочной группы, что, ну, что мы снимаем, вот в соседнем павильоне сейчас снимают настоящее кино, настоящий режиссер снимает, там Тарковский снимает еще, Сталкера как раз в это время снимал, значит, вот это, там кино, а здесь что, какие-то девочки, общежития рабочие, кому это нужно, значит, и это преодолеть в себе этот комплекс, какой-то, я бы сказал, с одной стороны, неполноценности, с другой стороны, вины, которые я испытывал за то, что я втянул большую группу людей, со мной работающих в производство фильма, которые, они-то знают, что это мура будет полная, а я почему-то думаю, что это будет хорошо, это было не так легко, очень даже нелегко, и только когда прошли экватор съемочного периода, и стали выходить люди из просмотрового зала, участники съемки выходить и говорят, слушай, мне так понравилось, удивленно говорить, я прям так чуть не заплакал там в этом месте и так далее, и постепенно стала меняться позиция людей, которые со мной работали, я помню, я уже на почти готовую картину позвал Сережу Никитина, чтобы написать песню к фильму, мне мы не могли придумать, какая должна быть песня, он посмотрел уже почти готовый фильм, и вышел потрясенный вдруг, что ой, и через два дня он уже спел песню, нашел автора Дмитрия Сухарева, и они вместе написали эту замечательную, ставшую лить мотивом песню, и вообще задавшую тон целому поколению песню, вот тогда это и я начал чувствовать, что что-то получается, а так я все время чувствовал, что что-то, то есть хорошо, вроде хорошо, но люди-то говорят плохо, а я от этого, я вообще воспитан был по-советски, понимаешь, что же ты думаешь, что ты прав, а коллектив не прав? Спасибо большое. Дорогие друзья, к сожалению, пора заканчивать. Владимир Валентинович, спасибо большое. А люди хотят спросить. Ну хорошо, давайте еще два вопроса, потом нас начнут выгонять. Там не так уж много народу, пускай спросят, давайте. Хорошо. Здравствуйте, Драконыч. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Во-первых, огромное вам спасибо за этот разговор. Нам, молодым людям, очень важно знать вот такое мнение о Советском Союзе, чтобы, так сказать, сверху смотреть в будущее, нужно, так сказать, стоять на твердой почве. Мой вопрос. Вот предположим, что сейчас есть там государственная воля, и сверху говорят, все, снимаем народный фильм для людей, такой, чтобы он прям вдохновил, понравился и так далее. Смогут ли наши современные режиссеры, по вашему мнению, снять такой фильм? Не слишком ли они сильно оторвались от простого народа, чтобы вот понять, что думают люди, и вот снять подобное кино? Спасибо большое. Да, по-моему, не могут. Кроме единиц, не могут такое снимать кино. Они уже живут в своем гетто. Можно, да? Да. Я все-таки хотел вернуться немного обратно в тему. Вот ваш собеседник, я не знаю, если вы смотрели, сделал очень неплохой разбор трилогии Говорухина по поводу России, которую мы потеряли. Какие были ваши ощущения, когда вы впервые увидели вот этот в кавычках шедевр? И были ли тогда разногласия, вот то, что называется, в цеху? Вы спрашиваете только о фильме «Россия, который мы потеряли»? Ну, да, это позиция Говорухина, она как в этом смысле не была. Если «Россия, которую мы потеряли», это очень глупая картина, неудачная, и он ее стеснялся. И ее до сих пор никто не видел, эту картину, ее никогда не повторяют. Ну, впрочем, не повторяют и первую картину, на которой он начал. Ну, они вообще принадлежат времени, так жить нельзя. Но вторая картина очень неумна и много раз опровергнута. факты из этой картины много раз опровергнута. Вы, я имею в виду, вы лично с ним беседовали об этой трилогии, вообще, в духе его картины в конце 80-х? Я вам скажу, беседовать на эту тему не очень комфортно с художником. А ты понимаешь, что ты снял дерьмо, да? Это... Но я в одной компании он сказал, Слава сказал, Говорухин, что он... Ему стыдно за эти фильмы. Громко сказал, глядя мне в глаза. Видимо, зная мои позиции, я не... мало бы на эти темы говорил, вообще попол... беря в качестве примеров его фильма. Но они были разобраны очень хорошо и... если я не ошибаюсь, и... Карамурзой, и... Я как только и дополню, и... и Бушиным были разобраны. И последнее, просто вот догонку вопросу Егора о последнем советском фильме. Вот я хотел спросить, перестройка в советском кино начинается с каких картин для вас? Первая перестройочная, антисоветская... Не помню. Их так... Было много, и они друг друга так заглушали в конце концов, что подзабыл уже. Прошу прощения. Давайте коротко и я коротко. Блиц. Постараюсь коротко. Большое спасибо Валентин, за творчество. Это уже... Это я понимаю, но просто редкого режиссера будут вспоминать каждый месяц на моей работе. Ну, каждый месяц. Один из трех фильмов. Либо Шерли Мерли, либо Любови Голуби, либо Москва слезам не верит. Ну, жизнь так получилась. Вот. Я что хотел сказать. Вот мы все знаем, что в Голливуде снимали не только шедевры. Там снималось значительное количество антисоветского кино. Ну, просто откровенно антисоветского. И вопрос заключается в том, что наш ответ, когда мы показывали, ну, скажем так, их человеческую непорядочность и агрессию по сравнению даже к советскому блоку. Таких фильмов, ну, раз-два и обчелся. И я просто хочу лично вас поблагодарить, что к одному из таких фильмов вы были причастны. Я имею в виду кино, которое вышло в год моего рождения. Это фильм Перехват, где вашим партнером был Андрей Ростоцкий. Вы тогда сыграли американского диверсанта, причем сыграли великолепно, я считаю. Это вот настоящий такой образцовый враг. Очень хорошо обученный, очень хорошо вышкаленный, который просто идет на все и который очень долго готовили. Он даже русские пословицы знает так, что употребляет это как и русский человек, и советский. Ребят, ну, целые речи закатывать. Вопрос задайте. Почему так мало было подобных фильмов? Еще раз спасибо за этот. Почему мало? Почему мало подобных фильмов было? Вот именно такого жанра. Подобных перехваток, где бы мы отвечали американцам, изображали бы их так, как они называли? Пропагандисты в том ключе. Потому что это другой менталитет, другая страна, по-другому. У них это входит в их какие-то тайные планы борьбы с Россией. Мы не боролись с Америкой, поэтому и не в то время уже почти там, черт, ладно, вы все понимаете. Хорошо. Пожалуйста, давайте короткими вопросами, ответами, иначе я просто не хочу, чтобы остались неохваченные люди и ушли с досадой. кто спрашивает? Я задам последний вопрос. Можно? Да. Скажите, пожалуйста, Владимир Валентинович, вы сыграли в двух картинах маршала Георгия Константиновича Жукова. Каково ваше отношение к этому историческому персонажу? Кто спрашивает? Я не вижу. А, кого я... Про маршала Жукова, Георгия Константиновича, которого вы сыграли в ликвидации еще одной картине. Ну, я к нему отношусь как народ. Маршал Победы, действительно, его бросали на самые трудные участки, и он вытягивал их в Москву, и Ленинград даже отчасти, и уж Берлинская операция. Его выделил Сталин вот в сложные моменты увидел, что этот человек может на себя взять ответственность, и он взял эту ответственность, и он тянул, и эти четыре с половиной года, или там четыре года войны, это было очень серьезное испытание для наших вооруженных сил, и для наших военных, руководителей наших, которые естественным отбором пришли к тому блистательному созвездию имен Рокоссовский, Жуков, Конев, ну, они все в Кремлевской стене, в стене можно проехать панорамы и посмотреть Василевский, Малиновский, прекрасные командующие, опирающиеся на прекрасных солдат. спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok